Вот здесь. Вот. Отлично. Вот. Здорово. Так готовят будущих волейболистов. Возможно, именно эти ребята составят резерв волейбольной суперлиги. Но для начала они должны пройти школу молодежки. Игроки молодежной команды Подмосковья показали им мастер-класс. Муслим когда-то занимался волейболом. Игру профессионалов увидел впервые и точно решил продолжить тренировки. Волейбол очень интересная игра, так как мне надо работать руками. И, ну, просто интересная игра. Мне понравился сегодняшний день и сегодняшняя тренировка. Сегодня юноша научился правильно подавать и отбивать мяч. Именно такие базовые приемы отрабатывали школьники. Волейболистки оттачивали с ними каждый элемент. Главный тренер команды обучал мастерству верхней и нижней передачи, техники и тактики игры. Ведь волейбол технически сложный вид спорта, где нужно быстро принимать решения и правильно пасовать. Это, как правило, необходимо умение быстро анализировать и принимать решения. Второе – это командный вид спорта. Один за всех, все за одного. Один делает ошибку, все ошибаются. То есть, опять же, это воспитательный процесс. И третий – это дисциплина. Без дисциплины в волейболе, потому что есть какие-то тактические задачи, команды и так далее. Вот три составляющие, которые, я считаю, самые необходимые для воспитания детей. Теперь волейбола в школах стало больше. Добавился третий урок физкультуры, где и проводятся такие мастер-классы. Проект существует уже третий год. Сейчас в нем принимают участие 27 школ округа. Он призван выявить молодых и талантливых. И таких с каждым годом становится все больше. Как показатель, наверное, мы в сентябре провели фестиваль волейбола на парке Лозыкино. Вот там участвовало 400 детей. Это вот только Одинцовского района. Этот фестиваль доказал, что спорт – норма жизни, а волейбол востребован по сей день. Ребята разного уровня подготовки, некоторые взяли в руки мяч впервые, но все хотели научиться играть. Равно как на этом мастер-классе не все получалось сразу. Были ошибки и трудности, особенно у тех, кто никогда раньше не играл. Но под руководством профессионалов игра ладилась. Дорабатывать надо везде, потому что дети, скажем так, к волейболу относятся с пониманием, но они не тренируются ни у кого. То есть они занимаются волейболом на уроках физкультуры. Но в целом могу сказать, что видно было, что хотят заниматься волейболом, им это интересно. Чтобы интерес не угасал, мастер-классы будут продолжаться в других школах и с другими волейбольными командами. А значит число будущих чемпионов будет определенно расти. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.